Добро пожаловать на YouTube канал Банковский Клуб. Теперь очередь пришла и Альфа-банка, то есть Сенс-банк. Сегодня уже 10 октября и поступили такие слухи, что уже сегодня, может быть до конца дня, введена временная администрация в Альфа-банке. Если же это не будет произведено сегодня, то значит в ближайшие дни. У многих, особенно клиентов Альфа-банка, возникает вопрос, что такое временная администрация. Подпишись на YouTube канал Банковский Клуб, нажав красную кнопку подписаться, а затем закрашенный колокольчик. На вопросы подписчиков в комментариях отвечаем в первую очередь. Итак, временная администрация вводится в банки, когда банк становится банкротом, неплатежеспособным и не выполняя своей обязанности. Но в данном случае временная администрация входит в Альфа-банк, чтобы вывести этот банк с рынка, и чтобы он не мешал и не создавал конкуренцию другим банкам. Что происходит во время временной администрации? Во-первых, останавливается обслуживание в этом банке. То есть, вы как ранее не сможете прийти в отделение банка и осуществить какую-либо финансовую операцию. То есть, в отделение вы уже не зайдете. Второе. Все платежи, все переводы, все денежные переводы, все какие-то финансовые операции онлайн, офлайн и вообще в любом виде останавливают. Все деньги, которые остались на счетах, они останутся на тех же счетах. Второе. Фиксируется курс национального банка на день введения временной администрации. Для чего это нужно? Это нужно для того, у кого депозиты или же на текущих или карточных счетах осталась валюта. Потому что фонд гарантирования вкладов будет выдавать гривну, только гривну, с ваших валютных депозитов, счетов, карт по курсу нацбанка, который действовал на момент введения временной администрации. Во-третьих. Если же у вас есть банковская ячейка в этом банке, вы можете получить все, что находится в банковских ячейках на протяжении определенного времени. Как правило, банк сообщит всех владельцев банковских ячейок о том, что вы можете приехать, предварительно записавшись, и приехать забрать все, что у вас есть в банковских ячейках. Далее. Что будет происходить? Временная администрация будет проводить свои процедуры. Как правило, это аудит, проверка, фиксация остатков на счетах, на картах, на депозитах. И эта процедура будет длиться где-то месяц. Через месяц с момента введения временной администрации оглашения будут сообщать о выплате остатков карточных, текущих и депозитных счетов. Как правило, выплата остатков будет осуществляться через банки-партнеры. Их достаточно много вводят, но учитывая то, что Альфа-банк крупный банк, поэтому думаю, где-то будет банков 10 не менее партнеров, через которые можно будет получить эти остатки. Что по поводу кредитов? По поводу кредитов, как я и ранее говорил в предыдущих видео, обязательства заемщиков перед банком остаются. То есть, все-таки кредиты нужно возвращать, но хочу предупредить вас, что при введении времени администрации меняются реквизиты для поошения этих кредитов. И я вам рекомендую следить за информацией по изменениям реквизитов на официальном сайте Альфа-банка или же на сайте фонда гарантирования вклада физических лиц в разделе Альфа-банка. Пока его еще нету, но как только введут временную администрацию, сразу там появится раздел. Оформляйте кредиты с высоким уровнем одобрения. Кредиты онлайн, кредиты наличными, кредитные карты. Ссылку на кредиты вы найдете под этим видео в описании или в первом закрепленном комментарии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...